В приюте китайского городка Харбин было около двух тысяч собак, но это выделялось среди сородичей. Нашу сегодняшнюю героиню зовут Харьи. Когда другие собачки играли, она тихонько сидела в углу, напоминая неподвижную статую. Ее мордочка выражала вселенскую грусть, а мех был чересчур грязным. Все собаки оказались в приюте разными путями, кто-то попал под отлов, а некоторых спасли, вытащив из грузовиков, ехавших на бойню. Организацией, в которой содержатся собаки, владеет женщина, занимающаяся спасением питомцев. Малышку Харид нашли в мае, месяце в заброшенном доме. Она ютилась в углу, пытаясь спрятаться от всего мира. Когда волонтер из США по имени Рейчел Хинман, увидела собаку, она протянула руку, чтобы ее погладить. Животное сидело, не шелохнувшись. Никто не знал, откуда взялась Харид, но было ясно, что малышка нуждается в помощи. Толстый, спутанный мех был испачкан фекалиями. Собака была болезненно худой и очень испуганной. Едва питомица почувствовала, что от волонтеров не стоит ожидать ничего плохого, она буквально упала в объятии людей. Изначально спасатели думали, что собака всего лишь подросший щенок, поскольку она казалась очень маленькой. Но выяснилось, что животному уже 8 месяцев, просто Харид плохо росла из-за недоедания. К счастью, никаких серьезных проблем со здоровьем у малышки не было. Ее побрили, избавив от спутанного меха, а затем искупали. Потом Харид поселили в приюте на пару месяцев, чтобы она могла поправиться и набраться сил. Волонтеры обратили внимание на то, что малышка очень тихая и послушная. Во время стрижки она вела себя очень смирно, не проявляя никакой агрессии. Вскоре наступил момент, когда собака была готова к поиску дома. Девочку приметила Роза Вали из Канады и прилетела забрать Харид. Девушка говорит, что грустный вид животного настолько ее тронул, что ей сразу же захотелось обнять собаку. Теперь Харид живет вместе с Розой. Девушка даже путешествует с питомицей недавно, они посетили озеро Луиза. Новая хозяйка изменила кличку Харид на Бейли. У малышки появились три подружки собаки, которые уже жили в доме Розы. Через несколько месяцев от стеснительности и пугливости собаки, не осталось и следа. Хозяйка Бейли говорит, что она согревает ей сердце. Если эта испуганная собачка о чем-то и мечтала в худшие времена своей жизни, то теперь все ее мечты осуществились. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.